Таким способом Евросоюз без единого выстрела отгрыз огромный кусок старой советской электрогенерации. Правда, я слышал и такую версию сброса воды из водохранилищ Днепровского каскада. Слушайте сейчас внимательно. Итак, чтобы мощный водосброс пришелся на Херсонскую область и причинил максимальный урон российским войскам перед ожидаемым наступлением ВСУ. Добрый день, зрители и слушатели канала «За углом». После уничтожения одного из автодорожных пролетов на Крымском мосту, электроэнергетический комплекс Украины подвергся тотальному ракетному обстрелу. О подробностях сообщали все мировые украинские и российские информационные источники. Я же хочу раскрыть, из каких скелетов в шкафах состоит этот самый энергетический комплекс Украины и кому эти скелеты предназначались на самом деле. Для начала несколько убойных цифр. Установленная суммарная мощность на всех электростанциях Украины примерно 51 гигаватт. Это около 5% от электромощностей всего Евросоюза. Теперь слушайте внимательно. Эти 5% в феврале текущего года за несколько дней до начала специальной военной операции были выделены из еще старой советской единой энергетической системы и переключены в европейскую. Таким способом Евросоюз без единого выстрела отгрыз огромный кусок старой советской электрогенерации, которую Советский Союз создавал с пуска 102 года назад микроскопической Кашинской электростанции в Московской губернии, что обернулось началом реализации ленинского плана ГОЭЛРО по электрификации сначала Российской Федерации, а затем и всего Советского Союза. В частности, на Украине практически все тепловые электростанции ТЭС были построены в 50-е и 60-е годы прошлого века, атомные в 70-е и 80-е годы того же прошлого века. На АЭС случилась единственная модернизация в 2014 году, когда на третьем энергоблоке Запорожской АЭС начали использовать тепловыделяющие элементы американской фирмы Вестенгаус. Понятно, что за эти годы практически все оборудование износилось. Атомные станции, к примеру, были рассчитаны на работу в течение 30 лет, но даже самые новые атомные энергоблоки работают уже больше 40. Им каждый год продляют срок эксплуатации. То же самое касается и ТЭС, работающих на угле. Планов построек новых энергоблоков на Украине не было. Хотя с 2010 года активно развивалась так называемая «зеленая энергетика». Из 53 гигаватт электромощностей почти 7 вырабатываются ветряками и солнечными панелями. Ну, плюс другими зелеными источниками генерации. А сейчас несколько слов о том, какие генерирующие мощности подверглись ракетным атакам в понедельник и вторник, а какие нет. Нет. Всего помимо «зеленой энергетики» Украины таких мощностей существует 4 типа. Это теплоэлектростанции ТЭС. Они были главными целями удара. Затем гидроэлектростанции ГЭС. Их не трогали. Как не трогали и гидроаккумулирующие станции и атомные, то есть АЭС. Причина ясна. Еще один важный момент. Главные и самые мощные ТЭС расположены как раз в промышленном Донбассе. В первую очередь это Углегорская ТЭС в городе Светлодаре Бахмутского района Донецкой области. Сегодня станция находится под контролем сил ДНР. Отсюда ведется наступление на город Бахмут или Артемовск. Говорят, что это крупнейшее в стране ТЭС возобновит работу к середине будущего года. Другие крупнейшие ТЭС этого региона Старобешевская, Луганская и Кураховская. Ясно, что они не подверглись ракетным ударам. Все прилеты достались более мелким региональным ТЭС в северной, центральной и западной частях Украины. Причем удары наносились не по самим ТЭС, а по так называемым подстанциям. Это лэп, трансформаторы и распределительные устройства. То, что горело и взрывалось при попадании, скорее всего, понижающие трансформаторы. А сейчас насколько критичен урон, который был нанесен электроэнергетике Украины? Президент Путин назвал эти удары не ударами возмездия, а последним предупреждением за возможные теракты в России, типа атаки на Крымский мост. Так вот, украинские источники говорят, что в понедельник-вторник было выведено из строя 15% генерирующих мощностей и 30% тепловых. Но во многих местах электроснабжение уже восстановлено. Так что самое время поговорить о структуре электрогенерации Украины и насколько ее сектора могут быть обнулены. Про тест мы уже говорили. Это наиболее незащищенные объекты. На них вырабатывается примерно 40% электроэнергии. Эти объекты самые распространенные и являются основными для потребителей в городах. Они расположены, как правило, в самих городах или вблизи. Далее идут гидроэлектростанции ГЭС. На Днепре их построено 6. Самая мощная из Днепровского каскада построена еще в 30-е годы прошлого века Днепрогэс. Ее взрывали дважды. Сначала в 41-м году мы, затем при отступлении уже немцы. Восстановлена Днепрогэс была в 1950 году. Напомню, станция построена в городе Запорожье и является энергетической основой огромного Запорожско-Криворожского промышленного района. Вообще, гидроэлектростанции мощностью больше 10 мегаватт на Украине 10, а вот мощностью менее 10 мегаватт больше 50. Эти станции, помимо выработки электроэнергии, снижают пики ее потребления. А сегодня, после вывода из строя 15% мощностей ТЭС, наполняют энергосистему Украины дополнительной выработкой. Для этого из водохранилищ сбрасывается вода. Но этот ресурс не бесконечен. Лето в этом году на Украине было почти без дождей. И водохранилища под завязку просто не наполнились. Правда, я слышал и такую версию сброса воды из водохранилищ Днепровского каскада. Слушайте сейчас внимательно. Итак, чтобы мощный водосброс пришелся на Херсонскую область и причинил максимальный урон российским войскам перед ожидаемым наступлением ВСУ. Последней перед Херсонской областью является плотина Каховской ГЭС в Новой Каховке. В Каховском водохранилище, которое запирает дамба, сосредоточено 18 кубических километров воды. Возможно, в Киеве и хотят спустить эту массу воды на Херсон. Но вернемся к главной теме. Напомню, что последней перед Херсонской областью является плотина Каховской ГЭС в Новой Каховке. В Каховском водохранилище, которое запирает дамба, сосредоточено 18 кубических километров воды. Возможно, в Киеве и хотят спустить эту массу воды на Херсон. Во всяком случае, обстрел дамбы Каховского водохранилища продолжается и в тот момент, когда делается этот сюжет. В самом Херсоне уже обратились к руководству России эвакуировать из области гражданское население. Думаю, это может быть связано в том числе и с возможностью разрушения дамбы и катастрофическим высвобождением 18 кубических километров воды. Пока удары точками У по плотине Каховской ГЭС успешно отбивались нашими средствами ПВО. Но Киев едва ли откажется от подобных попыток. Не дай бог, конечно. Успокаивает то, что строилась плотина еще во времена Советского Союза. Бетон тогда не воровали и не бодяжили. С годами, да еще постоянное взаимодействие с водой, бетон только крепчает. Да и все полкилометра плотины одновременно разрушить не удастся. Следующий сектор украинской энергетики – АЭС, или атомные станции. Они вырабатывают почти половину всей электроэнергии. На Украине их четыре действующих плюс пятая – Чернобыльская. Закрыто по известной причине. При станциях 15 реакторов, из которых на контролируемой Запорожской области крупнейшая из них – Запорожская АЭС с шестью атомными энергоблоками. Сегодня заглушенные, кроме Чернобыльской, остается как раз Запорожская АЭС. Но при общем падении потребления электричества на Украине, переключить линии электропередач с уничтоженных подстанций на нетронутые особого труда не представляет. Как я говорил, в рабочем состоянии остается не только часть ТЭС, но и все ГЭС и АЭС. Из украинских источников известно, что в Киеве пока не считают ущерб, нанесенный атаками в понедельник-вторник, невосполнимым и летальным для страны. Там ожидали, что атаки будут продолжены в течение недели и даже десяти дней. Тогда разрушение электростанции могло превысить 60-70%. В Минэнерго Украины бесконечно шли совещания с одним вопросом – что делать, если будет именно так? Расчеты были такие – остановится вся энергосистема, логистика военных грузов на фронт будет прекращена, остановятся цеха и заводы по ремонту военной техники, остановится работа банков, систем ЖКХ и вообще всего. Назывались и срочные требования к странам НАТО. Немедленная доставка на Украину, не менее ста установок ПВО, чтобы прикрыть важнейшие энергетические объекты. Уже откликнулась Германия и послала одну машину. Она уже прибыла на восток страны. Отчего на самом деле были остановлены атаки на энергетический комплекс – неизвестно. На Украине считают, что у нас кончились ракеты, но это не так. Если включить предположение о гуманности нашего командования, то в случае полного разрушения энергетической инфраструктуры вполне просматривалось наступление невиданного хаоса на Украине, допустить которого просто не захотели. И продолжили напоминать о страшных ответных ударах в ответ на акты террора на территории России. Один такой террорист был пойман на днях. Должен был сбить гражданский авиалайнер из ПЗРК «Игла». Об этом только что сообщала ФСБ. Пока же лишь высказываются предположения, что это за новая ответная реакция. Скорее всего будут атакованы транспортные узлы. В первую очередь железнодорожные депо, узловые станции и мосты. То есть транспортная структура Украины, по которой военные грузы, в том числе танки и боекомплекты, к тем же Хаймерсам следуют от ее западных границ к местам боевых действий. Та самая транспортная сеть, по которой в течение одного-двух дней перебрасываются воинские эшелоны с тысячами солдат и военной техники из-под Харькова к Херсонской области и Абрамово. Но это уже другая загадка идущей военной операции, о которой будем говорить в следующих роликах канала «За углом». Субтитры создавал DimaTorzok